Малыш-паникёр долгое время жил на улице. С наступлением холодов перебрался в подъезд, откуда его забрали волонтёры. Имя котику дали не случайно. Во время первого осмотра у него случилась настоящая паническая атака. Он боялся любого приближения и прикосновения. С ним всё в порядке по здоровью. То есть он вакцинирован, обработан, лечение ему не требовалось. Единственное, что он пока ещё не кастрирован, потому что он маленький, ему 4,5 месяца, а кастрация – это где-то уже месяца через три. Двойняшки, тьма и тень – тоже ещё совсем маленькие питомцы, которые оказались на улице. Отличие девочек лишь в том, что у второй белая грудка и животик. Сестрёнка же абсолютно чёрная. Волонтёры делают акцент, что вопреки суевериям такие пушистые друзья обязательно принесут удачу в Новом году. Девочки вакцинированы, обработаны, приучены к лотку. Пока они стерилизованы, это будет дальше по возрасту. А так они совершенно тоже ласковые, замечательные котейки. Любопытные, конечно, любят играть. У них потрясающие зелёные глаза. И что ещё хочется про них сказать? Что вообще считается, что чёрные коты – это не к несчастью. На самом деле это неправда, потому что чёрные коты – это особая грация, особый такой шарм. Поэтому приходите тоже и забирайте девчонок, и будет вам счастье. Джинни в приют попала с огородов, где жила со своими братьями и сёстрами. Из-за холодов у них появились проблемы с глазками. У малышки состояние оказалось сложнее всех. Один глаз пришлось удалить, второй почти не видит. Но это не мешает кошечке активно исследовать территорию, налаживать контакт с людьми. Поэтому волонтёры надеются, что она совсем скоро попадёт в заботливые руки. Выбрать и забрать к себе пушистого друга можно в приюте Мурдом. По всем вопросам обращайтесь по телефону или пишите в группу «Приюта Мурдом ВКонтакте». Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.